Никогда такого не было и вот опять случилось. Деревня Ровная, 23 километра от Рязани. Здесь жителям многоквартирного дома номер 6 по улице Школьной пришли огромные счета за потребление электричества. Места общего пользования еще плюс 53 киловатта. У нас вот три подъезда, светят в них только по одной лампочке. И то мы их включим, регулярно смотрим, как-то экономим. И энергосберегающие лампочки висят. Так что откуда у нас все это взялось? Цифры в платежном документе за электроэнергию оказались сильно завышены. Как за квартиры, так и за общедомовые нужды. За декабрь три энергосберегающие лампочки на весь дом нажгли электричество на 1400 киловатт. Что уж говорить о квартирах, где цифры округляют в большую сторону. Например, электричество набежало на 53 киловатта, а компания округляет до 60. Да и сама причина появления подобных завышенных показаний тоже не ясна. Здесь живут пенсионеры, у кого за пенсию вообще 8 тысяч. Они экономят до такой степени, что они свет вообще не включают. Сидят в темноте и вдруг такие вот платежи. Жители дома подозревают, что кто-то из собственников подключил свою квартиру не к индивидуальному, а к общедомовому счетчику. Тем более сделать это было очень просто. Еще до Нового года буквально вот этот счетчик был открыт, снят замок с него. Мы неоднократно звонили туда, что приехали, проверили, что там у нас. Ну кто залез, кто знает. Нам сказали, да, будем, мы приедем. Вот прошел месяц, никто не елся. А я еще сказала, подождите, посмотрим, что они нам предъявят. Вот они нам принесли. Подобные прецеденты бывали и раньше. Но если в прошлом приезжали электрики и отключали нарушителям электричества, то теперь управляющие компании просто перестали реагировать. Жители дома оплачивать счета не спешат. Говорят, что хотят вначале во всем разобраться. Но такое промедление может повлечь за собой новые проблемы. Начнет капать пени. И сумма может сильно увеличиться. Жители дома обращаются в различные инстанции. Однако это не приносит результата. Глава администрации Семеновского поселения сразу заявил, что подобные проблемы не имеют к нему никакого отношения. Однако эксперты заявляют, что отчаиваться не стоит. Выход есть всегда. Но у нас есть соответствующая жилищная инспекция, которая может заниматься проверками. Есть энергонадзор. То есть в Рязанской области есть структуры, которые признаны в том числе защищать права потребителей коммунальных услуг. В данном случае в сфере оказания услуг электроснабжения. Обращение в эти государственные органы может помочь решить жителям дома эту проблему. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов, Роман Вихров. Телекомпания «Город».